Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я лечу в Америку, в Майами, где хочу увидеть Валеришку Сим. Еду к ней в гости. У меня терминал С написано, я сажусь... Ого! Так. Ладно, я перешел в gate A, хотя у меня в билете написано gate C. Интересно, что бы это значило? Ну, вроде сейчас я попал правильно. Странно. Наверное, перепутали в билете. Так, ну что, ребята, я лечу на самолете. Очень классная у меня поездка. Смотрите, тут очень комфортные места. Мне разрешают ходить по самолету. Я тут осматриваюсь. Телефончик. О, а здесь какой-то секретный код 1262. Наверное, его надо вводить, чтобы позвонить по этому телефончику. Так, что у нас тут? Тут у нас бизнес-класс есть. Сейчас я хочу посмотреть. Может, где-то я тут сижу? Ух ты! Добрый день всем! Говорит ваш капитан. Капитан самолета. Добро пожаловать на борт самолета. Сейчас мы летим на высоте 33 тысячи футов над уровнем моря. Погода выглядит хорошо. Это значит, что мы совсем скоро доберемся до пункта назначения. Чувствуйте себя свободно и можете пройтись по самолету для его исследования. Я как раз, ребята, нашел место, где я сижу. Это тринадцатый ряд и сидение H. Я немножко стремаюсь. У меня тринадцатый ряд, ребят. Тринадцатый ряд – это как-то неприкольно. Я немножко суеверный. Особенно на самолетах я как-то это не люблю, когда у меня цифра 13. Сейчас, пожалуйста, найдите свои места и займите их, так как мы сейчас будем пересекать место с высокой турбулентностью. О, нет, только не турбулентность. Я очень боюсь, когда трясет самолет. Я вообще летать боюсь. А тут еще турбулентность. Нет, сейчас крыло отпадет. Нет, все, надеюсь, это все. Больше не будет так трясти. Спасибо за ваше сотрудничество. Ай, не, за что. Главное, чтобы мы быстрее прилетели. Тут турбулентность. Ужас. Ой, по-моему, опять начинает трясти. Наши стюардессы приготовили для вас снеки для каждого из вас. Да. Ой, надо срочно поесть. Так, стюардессы говорят, что они сейчас нам доставят очень вкусные, привкусные сэндвичи, чтобы мы наслаждались. Так, ну что, я уже взял себе сэндвич. Я думаю, что это хорошо отвлекает от пути, от турбулентности, поэтому сейчас я решил хорошенько подкрепиться. Так, у меня аж 13 места. Все как в билете, тут все правильно. Ну и сейчас давайте я скушаю, наверное, вкусняшку в виде бутербродика. Ум, какой он вкусный. Ням-ням-ням-ням. Ой, классно. Очень вкусно. Так, что? Джорджи, он спрашивает, что неужели был майонез в этом сэндвиче? У него оказывается аллергия на майонез. Представляете? О, нет, кричит стюардесса. Быстрее, мы должны найти багаж этого парня и там должны быть какие-то медикаменты. Так, Клара кричит, что она нашла их. Отлично. Клара молочинка. Мы бегали, смотрите, открывали эти ящики сверху и в них в каждом есть багаж свой. Нужно было найти именно этого парня. Добрый день всем пассажирам. Да, добрый. Я хочу сообщить вам, что мы пролетели опасную зону. Сейчас очень хорошее время, чтобы откинуться на спинку вашего сидения и немножко вздремнуть. Отлично. Наслаждаясь поездкой. Я, наверное, так и сделаю. Ну, а вы пока подписывайтесь на канал RedCatRoblox, чтобы ничего не пропустить. Все, ребята, я немножко даже поспал, очень мне снилось. Какие-то красивые сны. Доброй ночи, пассажиры. Да что ж такое? Опять этот капитан что-то объявляет. Не забывайте делать упражнения для ваших ног. Мы по-прежнему должны еще несколько часов лететь. Ничего, немножко еще полетим, но зато потом я буду наслаждаться океаном. Буду общаться с Валерийской Сием. Ой, ой. А что так темно? Кто свет выключил? Внимание, похоже, что у нас отключилось электричество. Пожалуйста, оставайтесь на ваших местах, пока мы не починим это. Только я это вижу? Или еще кто-то видит? Капец, это что такое за страшилище? И как он стоит на крыле, я не понимаю нашего самолета. Мне хочется выйти. Остановите, Red'у надо выйти. Вы не выживете. А-а-а, я боюсь. Нет. Что? Какие змеи? Что ты говоришь? О чем ты вообще? Парень кричит, что там какие-то змеи. И реально там змеи появились. Он что волшебник этот? Черный злодей. Ребята, они съели кого-то? Пассажиры одного уже стоптали эти змеи. Они ядовитые. А-а-а, нет, я хочу выйти. Мне страшно. Что же делать? Что же делать? Куда бежать? Где прятаться? Так, Клара говорит, что там где-то открылась комната отдыха. И там можно спрятаться, но я не знаю, где это отдыха комнатка. О, вот, вот. А-а-а. Ой, как у меня забилось сердце, ребята. Целых две змеи. Такое чувство, что прямо укусили меня за ногу. Я подпрыгнул и просто вломился в эту комнату для отдыха. Фух, вот это я испугался. И теперь мы спрятались, я так понимаю, в туалете. Да. И что, это все, кто выжил? Это было страшно, пишет Клара. Мы должны обсудить, что случилось. Я показываю, что я не знаю, что случилось. 1, 2, 3 говорит тоже, я не знаю, что случилось. Клара, ты знаешь, мы вот не знаем, что случилось. Да, мы не знаем, что случилось, говорит 1, 2, 3. Клара молчит. Какая-то подозрительная эта Клара. Ну ладно. Идем дальше. Тихонько выглядываем за дверь. Так, змеи нету. Свет появился. Ух ты. Да, Клара тоже заметила, что снова появилось электричество в самолете. Хм. 1, 2, 3 говорит, что, слава богу, исчезли также и змеи. Теперь их нету здесь. Да, и говорит, что, кстати, вот это вот существо, которое было на нашем крыле, оно тоже куда-то исчезло. Внимание, пассажиры! У меня есть хорошая и плохая новость для вас. Нет, только не плохая новость. Давай хорошая. Хорошая новость в том, что мы починили электричество. Ну, это мы заметили и так. И монстра нет. Плохая новость состоит в том, что мы сейчас теряем кислород. Кислородные маски будут выпадать напротив ваших сидений. Пожалуйста, срочно их оденьте. О-о-о-о-о-о-о, бегу-бегу-бегу-бегу. Все, вроде одел. Я первый добежал. Эй. Эй, что такое? Почему на мне нет этой маски? Ну так не честно, что случилось? Ребят, я первый был, но у меня... Я умер. О, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Я хочу досмотреть этот фильм до конца, поэтому, ребята, и плачу робоксы, и возвращаюсь на какое-то удивление ребят, которые стоят рядом, они думали, что все, я уже тут умер просто, мне нечем, типа, было дышать, но коты, ребята, коты не умирают, тут недостатка кислорода, поэтому я продолжаю свое странное путешествие на самолете. О май гад, что опять случилось? Что это? Это выглядит как бомба? Какая еще бомба? Ты что, парень, бредишь, что ли? Какая бомба в самолете? С чего? Действительно, смотрите, какая-то странная штука у него появилась, кто-то делал на него бомбу. Так, Клара говорит, что ей нужно что-то, чтобы попробовать отрезать кабель, и, возможно, мы спасем нашего друга. Так, она нашла пару ножниц, и сейчас будет отрезать какой-то кабель. Какой же она выберет, красный или синий? Она отрежет красный кабель. Не, ребят, я пойду лучше отсюда. Конечно, сомневаюсь, что это меня спасет, если он взорвется. Все нормально? Да, ну, вроде взрыва не было, значит, все хорошо. Я, конечно, очень сомневался, что если он взорвется, кто-то выживет в самолете. Но, слава богу, все обошлось. Непонятно вообще, откуда эта бомба взялась. Но мы это сделали, я праздную победу, потому что мы до сих пор живы. Нас немного, нас всего три человека, но мы живы, и это классно. Так, ну что, ребята, я тут все праздную нашу победу. Очень радуюсь, что мы пока еще живы, и мы летим в непонятном направлении. Так, 1, 2, 3 говорит, что что-то мы давно не слышали наших бортпроводниц. Куда-то подевались стюардессы. И действительно, ребят, после сэндвича я их не видел. О, нет, что с ними? Капец, ребята. Они в отключке. Я нашел двух стюардесс, и с ними что-то плохо. Кто-то их вырубил. Побежали быстрее к капитану, может, с ним тоже какая-то беда приключилась, и нужно его спасать. Вот это я сел на самолет. Вот это да. Так, закрыто, естественно, что он не откроется. Но надо делать все возможное, чтобы туда попасть. Так, он говорит, что чтобы открыть дверь, нужно найти код. Я, по-моему, знаю, где он был. Рядом с телефоном, помните, я еще обратил внимание, что там какой-то кодик был. Вот он, ребята, этот код. Я отправляю его, нажимаю на нем, и все хорошо. Хорошо. Отлично, ребята. Ну что ж, ребята, кто еще не поставил лайк под этим видео, очень прошу вас это сделать. Ну а сейчас это существо опять появилось. И оно, по-моему, убило нашего пилота. Вы заплатите за то, что сделали. Вы думаете, вы здесь случайно? Нет, вы здесь не случайно. А, в смысле? Как это не случайно? Это я привел вас сюда. Всех вас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А-а-а, так вот это в чем дело. Теперь я понял, почему я не смог улететь в том месте, где сидел. Видимо, он специально все это организовал. И сейчас время умереть. Нет, я не хочу умирать. Увидимся с вами после смерти. Сейчас я тебя проткну ножницами. Так, надо что-то взять тяжелое. Пока он трынит, надо что-то взять тяжелое и чем-то его ударить. Так, что-то, он какой-то яд, что ли, нам пускает. Нет? Слушайте, он вообще куда-то испарился. О, боже мой. Капитан, вставайте. Капитан, что с вами? Он в обмороке, ребята. Он в отключке. Ну, что же делать? Я не умею управлять самолетом, как и вы. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наш самолет продолжает падать. Надо что-то придумать, что-то делать. Я говорю, что надо попробовать все-таки найти кнопочку автопилота. Возможно, мы сможем как-то ее отыскать. Так, я говорю, чтобы нажимали абсолютно все. Нажимали везде, где видите. Главное, чтобы это делать быстро. Видите, денджер. Еще немножко, и мы разобьемся уже об землю. Нужно резко выворачивать наш самолет. Либо же, я не знаю, прыгать из него. Потому что другого варианта нет. Фух. Ребята, я нашел какую-то клавишу. Нажал ее абсолютно случайно. И таймер прекратил. Вот это да. Фух. Слава Богу, все закончилось. Так, ну что, я праздную, в принципе. Да, мы общаемся о том, что это действительно очень сумасшедшая просто ночь. И было бы классно, если бы мы просто добрались домой. Я тут полностью с ним согласен. Так, ну что? Что такое? Ага, смотрите, у нас еще одно задание. Нам нужно позвонить в какую-то службу, которая нам поможет. Может, это диспетчерская, может, это наш аэропорт. И сейчас я вижу уже телефон, по которому попробую дозвониться на землю. Так, черный экран. Я звоню. Hello? Hello? We need help. Наш капитан отключился. Пожалуйста, помогите нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как страшненько. Так, ладно. Теперь у нас есть возможность немножко пожить дольше. И надо этим воспользоваться. Так, ну что, они зафиксировали наше местонахождение. И теперь наш самолет будет под контролем. Фу, слава богу. И теперь еще есть одно задание, последнее. Нужно, чтобы кто-то держал самолет по курсу. Надо найти кого-то, кто может сидеть за второго пилота вместо капитана, получается. Ну что ж, ребят, я отправляюсь. Впервые я буду сейчас в роли пилота самолета. Но вы видите, что чрезвычайная ситуация. Поэтому я занимаю место пилота. И делаю все четко по инструкциям, чтобы нас смогли посадить. Автопилот включен, но все равно нужно придерживаться маршрута, чтобы все было хорошо. Так, ну что, я взял штурвал в свои руки. Все трясется. И вдруг, неожиданно, опять он появляется перед нами. Это капец. Клара кричит. О нет, он вернулся. Это вернулось. Вы, людишки, такие забавные и смешные. Ваша судьба уже была написана. Что? Последний шанс, Redcat YouTube. Какой еще шанс? Отстань от меня. Разбей этот самолет, и мы с тобой полетим в загробный мир. Он мне предлагает разбить самолет? Нет, конечно, я выбираю. Я не буду делать этого. Я сохраню, спасу самолет. Людишки такие слабые. Что он имеет в виду? Это не последний раз, когда вы видите меня. Так, ну что, я держу штурвал. Он куда-то исчез. Этот монстр... 1, 2, 3 говорит. Подожди, он сказал, что это не последний раз, когда мы его увидим. Что он имел в виду? Да, короче, какая разница. Полетели домой. Я и так тут уже кирпичи отложил. Короче, ребята, получилось, что я спас самолет. Ребята, я получил ачивку, которая говорит о том, что я смог спасти самолет и успешно приземлиться. Это было что-то невероятное. Я очень гордый собой, но решил все-таки переиграть концовку и посмотреть, что будет, если я выберу зло, выберу темную сторону. Что произойдет? Итак, я выбираю, что я хочу разбить свой самолет вместе с ребятами, которые на нем находятся. Он говорит, что глупые людишки, все это время вы доберяли Редкэт Ютубу, а он всегда был на моей стороне. Забавно. Сейчас отвези нас домой, Редкэт. Да, мастер, говорю я как под гипнозом и разбиваю, судя по всему, наш самолет. Вот такая вот, возможно, еще концовка в этой интересной игре. Виктори, победа, спрашивается. Я думаю, что это не победа, потому что я угробил всех людей, которые находились на самолете. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк. Ну а если вы хотите, мы еще поиграем во вторую часть этой игры. А пока на этом все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok